Смертельный подарок из Азии к новогодним праздникам. Эпидемиологи России ожидают, что этой зимой по стране пройдется грипп H3N2, более известный по названию Гонконг. Это не новинка, а старый знакомый, который в последний раз свирепствовал на планете полвека назад. Тогда он смог отправить на тот свет более миллиона человек. Однако с тех пор медицина шагнула далеко вперед. Достаточно ли далеко и что может противопоставить гонконгскому гриппу сегодняшний челненец? Ежегодно в осенне-зимний период происходит рост заболеваемости по гриппу и ОРВИ. Причем год назад в сезон было зафиксировано более 100 случаев заражения так называемым свиным гриппом. Однако в этом году врачи готовятся к тому, что на первый план выйдет иная угроза – штамм вируса азиатского происхождения, но не менее опасный грипп H3N2. Слышала, очень опасный. Боюсь, но я прививку поставила от гриппа. В этом году, как говорят, как раз и гонконгский грипп к нам приходит. Сам вирус получил географическое наименование по месту, где его впервые обнаружили в 1968 году. К слову, тогда только в самом Гонконге он унес тысячи жизней. С тех пор он возвращался, но уже был не столь свиреп. И вот очередная вспышка. Мы ожидаем в связи традиционно, в связи с похолоданием погоды, рост заболеваемости гриппом и прочими острыми респираторными заболеваниями. Есть штамм гриппа, в 2014 году зарегистрированный, носит название Гонконг. Он рекомендован в состав вакцины 2016-2017 года. Он уже появлялся в различных регионах России, но до эпидемии дело не доходило. Нынешнее же возвращение H3N2 вызывает большее опасение у врачей. В группе особого риска – младенцы до двух лет и пожилые. Самое мощное оружие против гриппа – это профилактика. А помочь избежать тяжелых последствий в общегородском масштабе способна только своевременная массовая вакцинация. Непреклонны специалисты. Наши вакцины, которыми будет прививаться наше население, уже прививаются, они как раз содержат штамп против гриппа Гонконг. По последним годам, по статистике, можно говорить о том, что в нашем городе, я только про наш город говорю, из числа привитых никто гриппом не болел. Во всяком случае, не обращаясь в медицинские учреждения. Если гонконгский грипп все-таки подхвачен, первые признаки этого человека начинают ощущать лишь через один-два дня после заражения. Впрочем, симптомы такие же, как и при других видах гриппа. Это высокая температура, резко начавшаяся на фоне полного здоровья, со знобом, сильнейшая головная боль, боль в глазных яблоках, сухой кашель. При гриппе не бывает такого насморка с выделением большого количества слизи, с гноем. Это не грипп. При гриппе нос сухой, глотка сухая. По прогнозам специалистов, эпидемия гриппа ожидается сразу после новогодних праздников, то есть в январе. Подготовить иммунитет к встрече с опасным вирусом, таким как H3N2, время еще есть. Ведь прививочная кампания заканчивается 1 ноября. Кристина Маматова, Андрей Буслаков, РЕН-ТВ, Набережная Челны.